Все лето пинчан и гостей город радовал своим разноцветием клумб, альпинариев и инсталляций. Руками работников участка зеленого строительства высажены тысячи деревьев и кустарников, сотни тысяч цветов. Несмотря на то, что на дворе третья декада ноября, сезон посадок еще не завершен. А тех, кто преображает город, кто стремится превратить его в цветущий сад, материал нашего корреспондента Натальи Шестаковой. Очень хотелось бы сегодня, когда на дворе уже пожухли яркие краски осени, сказать слова благодарности тем, кто с ранней весны и до поздней осени трудится, чтобы глаза пинчан радовали яркие благоухающие цветы. Была возможность укрыться в тени кружева листьев деревьев, чтобы памятные святые места Пинска были облагорожены. Это они, работники участка зеленого строительства, жилищно-коммунального хозяйства города, трудятся в любую погоду. Чтобы мы восхищались радугой красок цветов, рукотворными, удивительными композициями и прекрасным дизайном. В текущем году было высажено 220 тысяч цветочной рассады. Компенсационных посадок было посажено в течение года 1860 деревьев и 580 кустарников. Эти насаждения были выставлены за счет организации предприятий города взамен вырубленных зеленых насаждений. Работники участка стремятся максимально воспользоваться благоприятной погодой, чтобы успеть как можно больше. В настоящее время продолжаются посадки, погода благоприятствует, работы ведутся на улице Столинской в районе Нового моста через реку Пина. Начаты работы уже по обрезке и формированию крон деревьев, потому что данные работы выполняются только на голое дерево, когда уже практически облетевшие листва. Будем выполнять работы по поднятию крон вдоль проезжих частей, ну и снятие милы сразу будет. Здесь, на правом берегу Пины, мы и застали бригаду работников участка. Их руками создается своеобразная зона отдыха. Уже сделано немало. Стоит только вспомнить, как выглядел участок при строительстве моста и что оставили после себя мостостроители. Нашими силами было восстановлено газонное покрытие после реконструкции моста. И в этом месте предложено отделам архитектуры восстановить зеленые насаждения, посадить новые деревья и кустарники. К сожалению, во многих местах создаваемое с таким трудом зеленое покрытие повреждено колесами автомобилей, которых не пугает даже установленный аншлаг, предупреждающий о ведении фотосъемки. В течение года на данном участке много автомобилей повредило газон. Подъезжая к речке, уже проделали тут целую дорогу. Дрейфуют здесь. ГАИ помогает нам наказывать виновных. Но необходимо уважать и труд наших рабочих, которые столько времени потратили для того, чтобы восстановить это все. Конечно, жаль, что портят то, что должно радовать. Уже весной, благодаря рабочим участкам, это место будет не узнать. Здесь будет посажено около 12 видов деревьев и кустарников в виде скверика, в виде пейзажного парка. В будущем, может быть, будут проложены при наличии финансирования какие-то декоративные дорожки, тротуары. И это не единственное, что сделали и могут сделать работники участка зеленого строительства. Они готовы и дальше удивлять и радовать нас разнообразием и красотой посадок. В городе в текущем году появятся также новые места для отдыха наших горожан. Будут благоустроены некоторые скверы на центральных улицах города. В настоящее время проводятся работы по восстановлению подпорной стенки по улице Киевской в районе площади Октября. Работы будут завершены к 1 декабря. Там будут применены инертные материалы, подсыпка, восстановлена подпорная стенка и посажены декоративные растения. Планируем в следующем году произвести пробные посадки дерева Павлония, которые будут предоставлены Полесским государственным университетам. Это новая порода деревьев, которая произрастает в Китайской народной республике. И в Пинске впервые будет проведена высадка их здесь, на территории города, непосредственно здесь по улице Столинской и также в промышленной зоне микрорайонов города Пинск.